Девушки отдыхают 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 он Девушки отдыхают Я не могу сказать, что ты не делаешь. Крейн, он хороший человек. Он хотел попробовать его, но он был только. Он не может быть виноватым, но он не может быть виноватым, как Горджилл. Может, он может быть виноватым, когда он был виноватым и подниматым. Пусть, не бегай. КОНЕЦ КОНЕЦ 9, 10, 11... Además de las 12 que tengo en casa, eso hacen 23 piezas. ¡23 piezas atrapadas por Israel! ¿Cuánto crees que ganaré, papá? No, eso depende del tamaño y de las condiciones. Es un tamaño mediano, más o menos, y perfectas condiciones. ¿Estás seguro? Positivamente, Ben. ¿Tú qué opinas, Danny? Они хорошие. Я считаю, что они стоят 40 или 50 долларов. 50 долларов? Ты в порядке, чтобы ты превратился в хороший человек. Я куплю все, что я хочу за годы. У меня есть фонарь, у меня есть фонарь, и, возможно, пару килограммов. И, когда это случится, вы не сможете поместить пару килограммов? Нет, Бен. Я хочу поместить папа. Ты еще не молода, Исраэль. Я хочу поместить и поместить, Бен. Ай, папа, я хочу поместить, пожалуйста. Ну, может быть, в следующем году, когда я смогу открыть новый транслятор. Когда веришься? Ну, если у меня есть хорошая, я думаю, что я не могу поместить. Я не могу вернуться, но пока... в вечернем вечере. Мы собираемся с песком. Удачи, папа. Мы будем с песком, да? Конечно, да. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Горджи и Джимми, вероятно? У меня уже был пешком. У меня нет сейчас. Папа ударил меня. Если ты его умер, тебе будет стоять три дня. Я не сделал это. Ритлескал во время бороться. Никто для меня занимаетесь самым решением. Вы понимаете? Я согласен, Карсон. Поехали. Как вы знаете, куда они уехали? Когда человек попадает к такому другому 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 другому, он просто не спрашивает. Редактор субтитров А. Я пойду. Это мальчик. Что ты делаешь, мальчик? Что ты делаешь здесь? Поехали. Вот здесь. Не волнуйся. Не волнуйся, мальчик. Конечно, да. Ты находишься с друзьями? Конечно. Давай. Давай. Поехали. Они смогли взять два шага, и один из них будет по-другому, и один из них будет по-другому. Может, они вернутся к нам. Что ты думаешь, Ред? Это мальчик. Он только один шаг, так что рио внизу. Но с другой стороны, у нас есть несколько часов. Давайте. Потом, вдруг, у нас поднялся в воду. Очень громко громко громко. Очень громко громко. И выяснили, что они идут по-другому? Мы хотели остановиться, но мы не могли. Мы не могли остановиться. Это когда мы разрушились. Я хотела оставаться, но это было предоставлено. А где ты папа, Джимми? Что? Что-то было. Он был в ходе. Иди, скажи, что ли ты? Он называется George, но он говорит о Горде. Он говорит о Горде. Он не может уйти. Он не может уйти. Он не будет. Он будет уйти. И если нет, он будет умереть. Он будет уйти. Я никогда не буду видеть его. Может, я узнаю его, и он будет уйти. Я покажу его. Я покажу его. Иди сюда. Джимми. Джимми. У меня есть зуба для тебя. Ты не можешь оставаться в этой манте всю жизнь. Я не могу. Они здесь. Мой папа сделала специальные. Они новое? Конечно, они для тебя. Я никогда не видел ничего нового в жизни. У меня есть. Ну, ты. Угу. Ну, не будь там сидеть. Попайте. Возвращение в учене. Вы не любите fui. Вы также کے-то… КОНЕ ММОДОЙ! НОСКОЙ, НИМОДИЯ! Сейчас есть зубный свет. Вов cał зубом продолжается. КОНЕМ! 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 Доброе утро! Гордж, я знаю, что он здесь! Джимми сказал его! Где он? Я здесь. Где он? Продолжение следует... Слушай, вы можете оставаться на земле? Где он? Хорошо, я нашел его в рио. Он хорошо. Я думаю, что это правда. Я думаю, что это правда. Но вы, что ты не волнуйся! Дай мне, где он? Где он? В моем доме, в рио. Коузет, не такой человек. Он был с партнером, как он. Он будет хорошо. Я покажу его. Думаю, что у нас есть, но у нас есть плохие. Нужно нужна лаборатория здесь, и у нас есть одна. Субтитры создавал DimaTorzok Я буду субтитровать его, и я вернусь в субтитров. Я вернусь в неделю. Можете ждать? Да. Я думаю, что мой новый димой не выйдет в первую очередь. Они не думают, что он был в последней мере. Или он бы был искренним. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Субтитры создавал DimaTorzok Не забудьте о мне. Я буду субтитров. Я хочу, чтобы мой сын был виноват. Не важно. Не позволяйте от Джимми. Он должен быть свободен. Я буду делать все. Я оставлю comida. Добро пожаловать. Я не забывал, мальчик. Хорошо. Я не знаю, мы не будем мальчиков. Знаешь, если ты был более высоким, мы можем быть мальчиками. Правда. Ираэль! Ираэль! Три мужчины пришли сюда. Они защищены от Джимми и его папа. Я не уверен, но мы не сможем угрожать. Джимми, ты уже украл от тебя, и теперь нужно искать тебя. Где? Может быть, в плохом состоянии. Это не так. Ведите. Ведите, Джимми. Это не так. Ведите, Джимми. Ведите. Ведите. Ведите и тщательно. Безусловно. Думаю, что они смогут ударить? Никто не знаю. Если они заинтересованы к Джиме и папе, может быть, они не смогут приезжать. Не важно, мы не оставим его. Я думаю, что нет. Ладно, что папе не будет здесь. Это правда. Слушайте. Не волнуйся. И действуй в любом случае. Повторяйте, мальчик. Повторяйте, мальчик. Повторяйте, мальчик. Хорошо. Не двигайтесь. Не дай мне проблем. Не дай мне проблем. Иди сюда. Я собираюсь искать ребенка как вашего размера. Ничего неожиданного с его папой. Я собираюсь очень много денег. Он огромный, сильный и очень сильный. Он называется George. Нет, ни в тысяч километрах. И он мой. Я его руководитель. Я уверен, что никто не избежал его. Редактор субтитров А. Да, он сделал, мой друг. Да, господин. Слушай! Вы любите волосы? Да. Может быть, 4-5 долларов. Если вы любите волосы... Вы любите волосы? Верите. Да, так. Я думаю, что никто не будет ждать, чтобы вы не выжили, да? Как, может, один из этих чертежков. Рейд. Да? Я слышал, что есть благородные волосы, и помогают избавиться от гражданин. Что ты говоришь? Он ждет своего рода. Он знает, как они живут. Он хочет быть готовым. Вот здесь, ребята. Это правда? Что? Мы говорили о третий стол. Это третий стол? Да. Кто будет ехать? Это для моего рода. Когда он придет. Что ты думаешь? Поехали. 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 Редактор субботек. Хорошо, Jimmy. Вы можете поехать. ¿Dónde está el señor Ben? Он vigilando a esos hombres. ¿Ya oíste lo que piensan de mi padre? Nunca lo dejarán de buscar. No te preocupes, nunca lo encontrarán. Ya lo dejaron escondido. Entonces, ¿por qué fue a vigilarlos? Bueno, como mi papá dice, a algunos animales no se les debe voltear la espalda. ¿Sabes qué digo yo? Si no limpiamos ese pescado, no vamos a comer. ¿Qué opinas? ¿Me ayudas? Me gusta estar contigo, Israel. Vamos, hay que prepararlo. Debe ser de los del campamento. Menos mal que la encontremos antes que ese negro y su hijo. Sí. Ahora, aunque la encuentren, no les servirá. Estamos seguros de que los negros no llegaron hasta aquí, si no se hubieran llevado la canoa. Vamos a regresar. Buscaremos por todo el área, empezando por el campamento. Pero ya lo hicimos. Vamos a hacerlo otra vez. No sé por qué presiento que el trampero y el niño estaban mintiendo. Y volveré a comprobarlo, vamos. ¿Te gusta el pan de maíz? Venus hará un poco para comerlo con el pescado. Hasta que se enfermó, mamá siempre nos hacía pan de maíz. Nunca me has dicho. ¿A dónde piensan ir? Al Canadá, pero ahora con mi padre herido... No te asustes otra vez. Cuando mi papá vuelva, sabrá cómo arreglar las cosas. Ya lo verás. Muchachos, vienen otra vez. ¡Rápido, escóndete! No resultará, van a registrar todo el campamento. ¿A dónde vas? No quiero causar más problemas. No digas tonterías. Estás en la montaña y no puedes andar por ahí solo. No voy a dejar que me captúen. Si logramos llegar hasta la canoa... Ellos la destruyeron. Te diré lo que vamos a hacer. Lleva a Jimmy por ese camino y busquen un buen escondite. Yo me quedaré atrás y haré que esa gente me persiga. Así ustedes tendrán una buena ventaja. Recuerda, Israel, no importa lo que pase, no quiero que vuelvas. Si algo sale mal y te capturan, no te vayas a asustar. Y sobre todo, no les digas nada. Y especialmente sobre el papá de Jimmy. Toma, Israel, tú sabes usar esto. Sí. Muy bien. Ahora váyanse. ¡Corre, Jimmy! Mira, ahí está. Oiga, usted. ¡No te vayas! ¡No te vayas! КОНЕЦ 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 А вы думаете, что он уйдет? Я не знаю, но он сказал, что мы продолжаем. Давайте! Я уйду! Ты уверен? Я думаю, что я говорю. Что случилось? Мы не будем ждать его. Мы уже потеряли время. Если они не были там, они должны были уехать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро! Доброе утро! Parece que es la última marca de mi mapa. No debemos ir más lejos. Tampoco podríamos hacerlo si no comemos algo pronto. Ya conseguiré algo. En cuanto sepa dónde vamos a ir desde aquí. Parece que tuvieron un problema. Y no hace mucho rato. ¿Eh? Me pareció escuchar un aullido. Sí. Supremo. Ocho, ¿no? No? Cómo me va. No? No. Cómo me va. Cómo me va. Cómo me va. Tampoco nos hacen. Cómo me va. Cómo me va. Tampoco nos hacen. Cómo me va. Слышите. Мы ждали их, чтобы начать закончить их. Они недостянили они на праздновании. И без как и без него, teammates не смогли быть так вперед. Это очень тихо, mientras смешно. Но это будет seguro. Лучше из обривания, и из-за курики, где ни животные не могут идти. Возможно, папа тебе рассказал много. Возьмите курики. Возьмите курики? Да. КОНЕЦ 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 Как это одинаково, они не будут предупреждать у них. Какие дорогие отнимают для нас? Какие разряды? Мы не могли бы пройти их. Верно ей отверстие. Еще Agency. Верно ей отверстие. Например, они не упадут sich в ужасе. Погналите их! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он не видит ничего. А еще не так? Нет, но мы будем ходить очень скоро. Он очень устанавливается. Может, мы его нужны. Он не выйдет из-за того, чтобы он увидел его. Хорошо, уйдите. Лучше всего. Он слишком готов к путешествию ночью. Он слишком готов. Аминь. Jimmy, ¿quieres escucharme? No. Es que no entendiste, Jimmy. Claro que entendí. Solo te interesa salvar tu pellejo. Nunca les dirías dónde está tu papá. Nunca. Ni en un millón de años. Es que mentí para que no te pegaran. ¿No vas a creerme? Ya no sé qué creer. Ni en quién confiar. Confía en mí, Jimmy. ¿Puedes confiar en mí? De veras. Dijeron que partiríamos al amanecer. ¿A dónde los llevarás? Hacia la última marca de papá. Tiene que pasar por ahí. Cuando vuelva a Birklau Paz. ¿Estás seguro? Si rezamos bastante, tal vez lleguemos al mismo tiempo. ¡A la última marca de papá. Поехали! ¡Daniel! ¡Daniel Cruz! Поехали! Oye, muchachos, ¿no dijiste cuánto tardaremos? Seis o siete horas, porque... ¿Eh? ¿Eh? Ven acá. No sé, pero yo creo que ese chico es un zorro. ¿De verdad tardaremos tanto? Espero que sí. Mi papá no llegará ahí hasta la tarde. Ya estamos cerca. Esperaremos. ¡Andando! ¡Camínen! ¡Vamos! Quise haber hecho algo más, Danny. Pero en tratar de dejar a esos dos muchachos fue lo único que pensé. Yo confiaba en que tu hijo lograría mantenerse oculto hasta que tú volvieras. Lo hiciste bien, Ben. Israel sabrá qué hacer. Esperaba encontrarlos en el camino hacia aquí, pero... en el estado en que estoy no le serviría de nada. Será mejor que no te muevas. Es un milagro que llegaras hasta aquí. ¿Dónde los buscarás? Bueno, le dije a Israel que volvería al campamento hasta esta tarde. Tal vez él esté haciendo tiempo para encontrarme en el sendero de Birklau. Tengo el tiempo justo, así que voy a tener que dejarte aquí. Bueno, no hay nada que puedas hacer por mí. Estoy bien. En cuanto los encuentre, volveré. Bien, muchachos. Pónganse de pie. ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! Habías dicho seis o siete horas, muchachos. Así es, señor. Entonces, llévanos ya, porque ya quiero llegar. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ocurre ahora? En este lugar. Entonces, preparémonos para recibirlo. Ustedes, siéntense en esa roca. No traten de escapar, porque los mataré. Jod, escóndete tras esos matorrales. Lo quiero vivo, ¿entendido? Crane, detrás de esos árboles. Lo quiero vivo, ¿entendido? ¡Vamos! ¿Sí? Cuando te diga corre, echa a correr. ¿Pero hacia dónde corro? A los matorrales. Ahí está yo, de escondido. Lo estaba hace un rato. Mi papá lo está ahora. No, no mires. Ahora va a caer sobre Raph. Ha llegado el momento. ¿Y de qué nos va a servir correr si Raph o los otros nos disparan? De esa forma, Raph y Crane saldrán y papá les dará una paliza. ¿Listo? ¡Corre! Yo, tratan de escapar. Yo, tratan de escapar. ¡Papá! ¡Papá! Creí que nunca ibas a llegar. Hubiera venido antes, pero tuve que atender a Ben. Está herido. ¿Es grave? No, no creo. Te presento a mi amigo Jimmy. ¿Jimmy? Hola, señor Boom. Vayan a la maleza y espérenme. Tengo un pequeño asunto que atender. Si te refieres a Crane, olvídalo. Jimmy le pegó con su enorme garrote. Bien, entonces vamos a atarlos y luego iremos por Ben y por el papá de Jimmy. Amiguito, no sé cómo podré darte las gracias por todo lo que hicieron por nosotros. No tiene que agradecer. Eres el chico más valiente que he conocido. Es verdad que ofrecieron sus pieles por nosotros. Quiero que sepan que pase lo que pase... ¡Está loco, Boom! Esos esclavos valen 500 o 600 dólares. Y no estoy dispuesto a vendérselos a usted en la cantidad... Es muy necio, ¿eh? Gradualmente llegará a pensar como yo. ¿Qué vas a hacer con ellos, Daniel? Entregarlos a la ley por herirte. De todas formas, tengo que ir al pueblo por una carreta para llevarte a ti y a George. ¿Y a ese vas a ahogarlo? No me faltan ganas. Y ahora le repetiré la generosa oferta de mi hijo. Sus pieles que valen como 50 dólares a cambio de los papeles de Jimmy y su padre. ¿Está loco, Boom? ¿Cuántos días estarás fuera? Tres o cuatro días, cuando mucho. Tienes suficientes provisiones. No debes preocuparte por nosotros. ¡Escuchen! Esta vez casi no tuvo tiempo de respirar. Está bien, como usted diga. Se los venderé, pero sáquenme de aquí. ¿Qué pasa, Israel? Creo que lo hemos persuadido. ¿Crees que mamá entiende el que tenga que esperar por su espejo? Ella lo entenderá mejor de lo que tú crees. Además, te he estado observando los últimos días. Y creo que podré darte un adelanto sobre tus pieles del año entrante. Lo suficiente para que compres un espejo para mamá... ...y tal vez un par de libras de caramelos. Y ustedes... ...tomen las botas de esos tipos y échenlas al fuego. Yo me sentiré mucho mejor si van descalzos hasta la ciudad. De otra manera, tal vez traten de escapar y... ...tendría que matarlos.